Недавно мы рассказали о том, как живут и работают осужденные в местах лишения свободы. Но мало кто знает, что за образцовое поведение, за стремление исправиться по решению суда и срок может быть уменьшен, и они могут быть переведены в исправительный центр. Подробности в нашем сюжете. Исправительный центр занимается организацией привлечения осужденных к труду. Мы за ними тут смотрим, наблюдаем. У них тут тоже есть и условно-досрочное освобождение, и также могут освободиться на ограничение свободы. Сотрудничество исправительного центра с заводом «Никольск» – один из примеров продуктивного взаимодействия с предприятиями по успешной социальной адаптации осужденных. Здесь более 50 мужчин и женщин смогли получить профессиональные навыки и постоянную работу с достойной зарплатой. Наше взаимодействие длится уже много-много лет. Официально наши взаимоотношения оформлены с 2021 года, когда мы подписали соглашение с краевым управлением ВСИН. И потом мы пошли немножко дальше. То есть, мало того, что мы трудоустраивали осужденных принудительным работам, но мы и инициировали организацию здесь отдельного участка. На сегодняшний день только в Уссурийске 34 предприятия, в том числе и крупные холдинги, в которых уже работают осужденные. Любой человек, который поступает в компанию на трудоустройство, в том числе и осужденные, это обязательное прохождение медицинской комиссии. Потому что работа на пищевом предприятии, она требует определенных условий по здоровью. Поэтому никакие безопасными заболеваниями нам на предприятие не попадают, в том числе и из осужденных. Осужденные в новых условиях обучаются заново жить. Например, зарабатывать деньги, покупать еду, платить за коммунальные услуги. В исправительном центре они смогли социализироваться, трудоустроиться и получить место работы, в котором при желании смогут остаться работать и после освобождения. Да, пришел сюда, три месяца был учеником, работал, научился работать, взвал экзамены, взвал категорию и уже работаешь как в ваших продуктах. А по профессии вообще маляк. Осужденных имеется отдельный от остальных сотрудников график, которого стоит придерживаться. Ну, утро проходит у нас центр с подъема, там у нас, соответственно, свой график. Там мы делаем зарядку, завтрак, считаемся и к 7 утра убываем на работу. Здесь подготавливаем, соответственно, рабочее место. Ну, уже все, соответственно, не как осужденные делаем, а работники предприятия. Ну, и после этого рабочий день проходит в обычном режиме, как у всех работников. Иногда приезжают проверки, ну, соответственно, сотрудники нас проверяют, на рабочих местах находимся, как мы работаем. Сеть исправительных центров в Приморье продолжает расширяться. Общежитие для мужчин обустроено со всеми комфортными условиями. Комната отдыха, кухня, место для приема пищи. А уже осенью этого года Никольск планирует завершить ремонт зданий для проживания осужденных женщин. Каждый человек, несмотря на свое прошлое, имеет право на хорошее будущее. А исправительные центры помогают осужденным вернуться к законопослушной жизни. Анна Дьякова, Ксения Быкова, Степан Скляров. Новости на восьмом.